Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Кактус Я устал! Тебе, кактус, дороже меня! Вот, местечко подходящее Ой! Что разлёгся? Быстро беги к Лунтику, пусть попросят у деда Шера фотоаппарат и даст его нам Пупсень, подай! Пупсень, принеси! Представляете, Пупсень с Вупсенем будут кактус фотографировать Зачем? Да, что такого в этом кактусе? Он всего раз в год цветёт Ну как он ещё не зацвёт? Мой кактус особенный, он ночью зацветёт Эй, чего уселись? Мы хотим посмотреть, как он зацветёт Это мой кактус! Идите отсюда! Малявки ночью спать должны! Ну, пожалуйста! Нечего, нечего! Потом фотографию покажем Может быть! У меня глаза как-то сами закрываются А я совсем не хочу спать Вот и отлично Разбуди меня, когда зацветет Не расцвел Эй, ты чего спишь? А если бы цветок распустился? Это же ты спать не хотел Недотепа, мы могли все пропустить Вупсень, пупсень, доброе утро Вы сфотографировали кактус? Он еще не зацвел Да, надо ждать следующей ночи А вдруг мы опять проспим? Вот я бы ни за что не уснула И я, я бы дежурил всю ночь И вас бы разбудил И я Да, ладно, оставайтесь, посмотрим, как вы не уснете Ура! Надеюсь, эти гусеницы не сломают наш фотоаппарат Может, не стоило его давать Если ты так беспокоишься Бабуля, дедуля Пупсень нам разрешил посмотреть, как цветет кактус Отлично, тогда я за фотоаппарат спокоен Возьми пирожков и угости друзей Спасибо Ну, когда же он зацветет? А тебе что? Спать захотелось? Дежурь, давай Чтобы не спать, надо разговаривать М-м-м, я Спят А вот я не засну Субтитры сделал DimaTorzok Проспали Проспали! Мы, да мы, да мы не уснём! Смотрите, он ещё не рассел! Ву! В следующую ночь он точно зацветёт! А вдруг мы опять заснём? Да, наверное, никто не сможет ждать всю ночь. Светлячки смогут, они никогда ночью не спят. Точно, давай их позовём! Извините, что разбудили. Вы нам не поможете? Понимаете, кактус ночью цветёт. А мы засыпаем. Ничего не понимаю. Говорите медленнее. Пусти всех! Просыпайтесь! Кактус цветёт! Просыпайтесь! Ура! Цветёт! Он летёт! Кактус цветёт! Кактус цветёт! Наш красавец! Не наш, а мой! Здорово, что у тебя есть такой кактус! Сфотографировать цветущий кактус было совсем непросто. Зато теперь друзья могут любоваться им, когда захотят. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Это моя травина! Иди ищи себе другую! Я первый её схватил! Хватит шуметь! Мало того, что вы ничего полезного не делаете, так ещё и мне мешаете работать. Идите на другую поляну. Мы не делаем! Да мы, да мы вам ещё покажем! Да! Вы ещё увидите, что мы можем сделать! Пропажа! Привет, Кузя! Что ты делаешь? Привет! Слушай, я такую книгу вчера читал! Там сыщик собирал доказательства и записывал всё в блокнот, а потом нашёл пропажу! А как собирать доказательства? Они где-то растут? Ха-ха! Нет! Доказательства это... Это... Эх, жалко, что ничего не пропало! Я бы тебе объяснил! Здравствуйте, ребятки! Вы случайно не находили очки? Обыскал весь дом! Теперь здесь ищу! А может, их кто-нибудь взял? Вы сегодня кого-нибудь видели? Только в Упсине и Пупсине! Они очень шумели! Я их отругал, и они ушли! А потом я обнаружил, что не могу найти очки! Так это они наверняка и взяли очки! Чтоб вам отомстить! Ну, не знаю, не уверен, что это именно они! Но ведь только они тут были! Кстати, вот и доказательства! Обкусанная трава! Доказательства это когда что-то можно доказать! Вот мы и докажем, что гусеницы взяли очки! Надо всех расспросить! Может, кто-то что-то видел? Я видел, как Корней Корнеевич прогнал гусениц и правильно сделал! Они так шумели! Ага! Это доказывает, что была ссора! Но они всегда шумят! Когда гусеницы проходили мимо меня, они ругали дядю Корнея и сломали мои куличики! Вот видишь, это доказывает, что они злились на дядю Корнея и решили ему отомстить! Ну, давай спросим самих гусениц! Может, они всё-таки не брали очки? Ну, хорошо! Если они соврут, значит, точно виноваты! А вы, случайно, не находили каких-нибудь очков? Да! А что вы делали после ссоры с Корней Корнеевичем? Какой ссоры? Мы ни с кем не ссорились! А что? Ничего-ничего! Это мы так! Вот видишь, они сказали неправду! Сказали, что ссоры не было! Она была! Значит, это и правда, они взяли очки! Да! И мы раскрыли это преступление, как настоящие сыщики! Пойдём скорее! Возьмём милую пчелёнка и заставим гусениц признаться! Ну, этого Корней Корнеевича! Хорошо, что мы ушли на эту поляну! Да! Здесь и листики вкуснее, и никто не мешает! Ну что, Вупсень и Пупсень, мы всё знаем! Верните очки Корней Корнеевича! Какие очки? Лучше отдайте то, что взяли! Да ничего мы не брали! Брали! У нас есть доказательства! Я видел, как дядя Корнеевич вас прогнал! И вы очень злились на него! А ещё сказали неправду, что они ссорились с ним! А очки пропали как раз после этого! Бежим! Держите! Держи! 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 Стой! 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 Держи его! Бежим! почему вы так шумите невозможно работать мы знаем кто взял ваши очки это вупсень и пупсень сейчас мы их догоним и всё вернём вупсень с пупсенем? неужели? но почему вы так решили? стойте, а я не могу так бегать фу, еле догнал ой, смотрите, очки нашлись ох, растяпа а я и забыл, что надел их на лоб значит, вупсень и пупсень но ведь всё указывало на них и ваша ссора и обгрызанный листок и раздавленные куличики я думаю, что этих доказательств было недостаточно, чтобы быть уверенными в том, что это они взяли очки вам надо извиниться перед ними эй, пупсень, подождите, подождите мы ошибаемся конечно, теперь друзьям нужно срочно извиниться перед гусеницами ведь они вовсе не такие плохие как иногда кажется однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так, что он попал на землю где нашёл много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем тарелка на память надоело играть в эти девчачьи игры куклы, куличики, цветочки о, ничего себе здорово, давай ещё попробуем оп ура! теперь я нет-нет, не надо с моей куклой так играть вы же её сломаете прости, мила о, вместо куклы подойдёт камешек точно, их тут полно теперь я нет, подожди я хочу нормально метнуть нет, ну так играть невозможно мила, с твоей куклой лучше получалось лучше найдите себе другую дощечку чтоб камень не скатывался в виде ложки точно с ложками будет гораздо удобнее Кузя, пойдём о, давай ещё тарелки возьмём у нас ведь должны быть мишени я попал в дальнюю а у меня зато камень больше ой, не вышло эта ложечка не годится слабовато ну да ничего есть ещё много ложечек моя чемпионская ложечка ничего, я тоже буду чемпионом здравствуйте о, мы так проголодались что пришлось прервать нашу игру эээ, нужны силы а у нас как раз сегодня каша со свежим вареньем а я по дороге встретила Милу и позвала её в гости сейчас мы с куколкой будем есть кашку с вареньем почти всё готово раскладывайте, ребята, ложки и тарелки а куда они подевались? а, мы взяли их поиграть и забыли принести что? лунтик, разве можно играть с посудой? скорее несите всё обратно ой какое всё грязное да ладно мы сейчас всё быстренько отмоем и ой ну, сломалась одна тарелочка ой и это тоже ах доигрались ха, скорее бы уж ребятки пришли а то есть очень хочется наконец-то наконец-то несите скорее сюда ах да боюсь, этим уже не поешь ах что у вас? игрушек нет разве можно так с посудой обращаться? она предназначена для другого ах для еды простите мы не подумали придётся просить Корнея Корнеевича сделать нам новую посуду новую посуду? а сейчас-то что нам делать? как мы будем обедать? да ладно всё не так плохо у нас есть поварёшка будем есть кашу из кастрюли по очереди ах 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 корней, корнеевич а можно я попробую сам сделать тарелку? хм, попробуй не думаю, что из неё можно будет есть ничего зато получилась тарелка на память посмотришь на неё и вспомнишь посуда это не игрушки дядя Корней, конечно, прав а Лунтик с друзьями теперь не забудут для чего нужна посуда однажды на Луне родился необычный малыш я родился и случилось так, что он попал на землю где нашёл много новых друзей эх привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем белый гриб о, Лунтик хорошо, что я тебя встретил я нашёл белый гриб капочка нам из него, знаешь, какой суп шварит ты иди и покарауль его пока я за пилой слетаю если приползут червячки скажи им, что это наш гриб а то они его съедят хорошо, деда ой, а здесь два гриба этот гриб белый и этот какой же мне караулить деда 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 какой они оба белые ага тебе надо караулить вот этот гриб ты уверен? конечно это снизу все грибы белые а шляпки у них разноцветные у этого гриба коричневая а у этого белая вот смотри точно спасибо, Кузя деда шер сказал, что червячки могут съесть наш гриб смотри червячки ползут надо их остановить кыш кыш уходите отсюда кыш кыш Кузя, подожди здесь же два гриба давай отдадим один червячкам пусть едят точно червячки вы хотели поесть гриба? ау ау может быть вам подойдет этот? смотрите какой он большой приятный кушаете на здоровье им нравится теперь и червячки наедятся и наш гриб останется цел здорово мы придумали а вот и я ну как тут наш грибочек хорошо это что такое кыш кыш отсюда лунтик я же просил не давать червячкам есть наш гриб но деда наш гриб вот этот как ты и говорил белый совсем забыл тебя предупредить этот гриб несъедобный а белый гриб вот этот но ведь у него шляпка коричневая ох ребята шляпка то коричневая но вы посмотрите какой он внутри белоснежный вот поэтому его и называют белым значит мы все перепутали отдали червячкам не тот гриб к сожалению да ну чего уж теперь пусть червячки едят может мы потом другой гриб найдем да пойдем искать другой гриб ах 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 видишь деда и нам хватило белого гриба спасибо ах ах гриб оказался таким большим что его хватило на всех а друзья теперь будут знать почему этот гриб называют белым однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем тапочка куда же девались мои тапочки не знаю шершуля поищи сам у меня тесто убегает здравствуй лунтик привет бабуля привет дедуля привет лунтик ты не видел моих тапочек вчера я оставил их вот здесь за дверью нет не видел шершуля нам пора потом найдешь свои тапочки эх куда же они подевались дедуля я поищу твои тапочки спасибо лунтик пока пока дедуля пока бабуля тапочки привет лунтик чего ищешь привет у дедули тапочки пропали он их вот здесь оставил все понятно скорее всего их сдуло ветром пойдем в траве поищем ой что это так колется мы похоже угодили в заросли репейника нет здесь никаких тапочек в час третье прохожден такой с Вы разве не брали тапочки деда Шера? Такие зелёные, из травы! Не брали мы никаких тапочек! А почему тогда убегали? Посмотрите на себя! Вы такие страшные! Мы испугались! Эх вы! Куда же всё-таки тапочки подевались? Я видел, как пчелёнок тащил что-то тяжёлое в корзине! Он, наверное, и взял ваши тапочки! Нет, не может быть! К чему пчелёнку тапочки деда Шера? Надо проверить все варианты! Пойдём к пчелёнку! Зачем я вызвался тащить такую тяжёлую корзину? Пчелёнок! Что вы так кричите? У тебя тапочек нет? Я даже корзинку уронил! У него тоже тапочек нет! Каких ещё тапочек? Я из-за вас всю пыльцу рассыпал! Не беспокойся, пчелёнок! Мы поможем собрать пыльцу! В траве под эвой не нашли! Гусеницы не брали! Вот решили у тебя спросить! Теперь всё понятно! Знаете, когда я летел сюда, видел, как Корней Корнеевич прятал в свою нору какой-то мешок! Может, это он их нашёл? Идём! Здравствуйте, Корней Корнеевич! Привет, ребята! Вы не находили тапочки деда Шера? Те, которые вы ему из травы сделали! Нет, не находил! А что, они и потерялись? Не переживайте! Мы сейчас с вами вместе сплетём ещё одни тапочки! Ай! Лови их! Я их поймал! Было бы жаль, если бы они утонули! Ой! Что это с ними? Кузя, сегодня ночью был дождь? Был! Всю ночь по крыше стучал! Я даже заснуть из-за этого не мог! Побежали! Куда? Лунтик, куда мы бежим? Ну что, Лунтик, не нашлись мои тапочки? Баба Капа, а ты подметала сегодня утром на крыльце? Конечно! Я каждый день там подметаю! Сегодня, правда, особенно пришлось постараться! Кто-то набросал на крыльцо кучу травы! Ума не приложу, кто это мог сделать? Дедуля! Так эта трава и были твои тапочки! Просто ночью шёл дождь, тапочки намокли и потеряли свою форму! Вот! Вот так Лунтик с Кузей научились плести тапки, а генерал Шер больше не оставляет их на улице! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! А теперь, кто быстрее доплывёт до лодки! На старт, внимание, марш! Подводная пещера! Я первый! Молодец, Кузя! В этот раз победил Кузя! Ура! Я плаваю, как Лунтик! Даже быстрее! Ура! Ура! Ой! Ах! 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 Моя корона! Не волнуйся, Элина! Я её сейчас достану! Да! Мы достанем! Лунтик! Я с тобой! Хорошо, Кузя! Догоняй! Ого! Кузя! Кажется, здесь пещера! Ой! Ах! Ах! Лунтик! Держись! Лунтик! О! Какая прелесть! Какая красота! Ого! Где это мы? Лунтик! Ах! Мы попали в пещеру! Кузя, смотри! На ней корона! Стойте! Подождите! Ой, тоннель! Что-то мне это не нравится! Кузя, может, ты подождёшь здесь, а я попробую пройти? Нож нет! Я с тобой! Думаешь, я трус? Нет, Кузя, я так не думаю! Слышишь? Это похоже на... Подземное течение! Кузя, осторожнее! Кажется, спаслись! Вот это да! Самая настоящая водная горка! Смотри, рыба! Стойте! Подождите! Подождите! Не слышит! Лунтик, Кузя, так это вы! Как вы здесь очутились? Мы за вами плыли! То есть, за короной! Элина её уронила, а мы обещали достать! А я-то думаю, чья же эта красота! Держите корону! Спасибо! Хорошо, что вы меня встретили! А то в этой пещере можно и заблудиться! Пойдёмте! Пойдёмте! Покажу вам выход! Лучше бы они не плавали за этой короной! Я и без неё обойдусь! А ну-ка, расступись! Я пойду их искать! Лунтик, Кузя! Мы достали корону! Ура! Лунтик, Кузя! Где вы так долго были? Мы так за вас волновались! Элина, вот твоя корона! Большое вам спасибо! Вы настоящие друзья! Лунтик и Кузя нарисовали подводную пещеру и рассказали всем про необычайное путешествие, которое они совершили под водой. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Сейчас я вам сварю вкусную кашу! самый старший! Пип-пип-пип-пип! Тсс! Ой! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Какая машинка! Отдай! Ну, отдай! А ты забери! Ха-ха-ха! Хоп! Отдай! Пупсень, держи! Отдай! Оп-ля! Ну... Оп-ля! Ну... Отдай! Ну, отдай! Оп-ля! Не трогайте его! Ой-ой-ой! Мы просто играем! Смотри, какая вкусная каша! Иди ко мне! Я тебя покормлю! Ням-ням-ням! Как вкусно! А теперь покормим деток! Не трогай моих кукол! Да ладно! Я же их кормлю! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Разве вы не хотите кушать? Ха-ха-ха! Ну и не надо! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Пупсень! Смотри, какие тут домики! Прямо как настоящие! Можно мы в них поживем? Ха-ха-ха! Ой! Сломался! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Лунтик, Кузя! Они испачкали моих кукол! И сломали нам домики! Как вам не стыдно? Разве можно обижать маленьких? Да мы просто играем! А не сразу хныкать! Играйте где-нибудь в другом месте! Что-то ты нами командуешь! Мы, между прочим, старше тебя! Значит, что хотим, то и делаем! Ну и тяжелые в этом году семена! Ладно, пошли, Пупсень! Нечего нам с этими плаксами играть! Вы должны попросить у жучков прощения! Еще чего не хватало! Прощения у них просить! Надо что-нибудь придумать! А то они и дальше будут малышей обижать! У меня есть идея! Хапля! Хапля! А давай на перегонки! Привет, милюзгар! Ой, какие дощечки на колесиках! Опля! Ха-ха-ха-ха! Ой-ой! Ха-ха-ха! Ха-ха! Ура! Это наши скейты! Ха-ха! Были ваши! Ха-ха-ха! Стали наши! Ха-ха-ха-ха! Ой, какой песочек! Ха-ха-ха! Ха-ха! Ура! Ура! Что ты делаешь? Мы все это так долго строили! Ой, какая дощечка! На ней можно попрыгать! Хопля! Ха-ха-ха-ха! Хопля! Как высоко! Ха! Упсень, смотри! Вон наши скейты! Бежим! Ой, вы куда? Давайте еще поиграем! Ха-ха-ха! Подождите! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 А-а-а! 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 Ой! Ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Почему ты так плохо себя ведешь? Потому что я старше вас! Что хочу, то и делаю! Маленьких обижать нельзя! А вы сами-то никогда маленьких не обижаете! Ха-ха-ха! То-то же! Значит, и вас можно обижать! Мы больше не будем! Никогда! Обещаете? Обещаем! Обещаем! Да-да, обещаем! И прощения попросите! Попросим! Попросим! Попросим, да! Простите нас, пожалуйста! Мы больше никогда не будем вас обижать! И домики нам заново построите! Построим! Построим! Ну ладно! Так и быть! Прощаем! Я же говорил, что получится! Кажется, они наконец-то поняли, как плохо обижать маленьких! Смотри, ягодка! Ха-ха-ха! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Такая разная музыка! Ну как, дядя Шнюк? Я справился с домашним заданием! Лунтик! Ты сделал всё просто великолепно! Практически идеально! У тебя явно большой талант! Ты можешь стать великим музыкантом! Правда? Как здорово, дядя Шнюк! Я давно хотел научиться играть на дудочке! На флейте? Да-да, на флейте! Чтобы играть любимые мелодии! Вот, послушайте! Да, ничего так весёленькая! Но, если честно, как-то она простовата! Простовата? Каких мелодий сотни! Но своим талантом ты вполне можешь исполнять серьёзную музыку, заставляющую задуматься о вечном! Дядя Шнюк сказал, что эта мелодия простовата! Таких, как она, сотни! Больше не буду её играть! Ну и что ж-то сотни! Мне она всё равно нравится! Ну, сыграй ещё раз! Пожалуйста! А тебе самому-то она нравится? Тогда что тебя держит? Играй! Лунтик! Что ж ты делаешь? Для тебя что, мои слова совсем ничего не значат? Значит, дядя Шнюк, я помню, я должен играть серьёзную музыку! А что такого? Мне, например, эта мелодия нравится! И нам тоже! Такая музыка только ради забавы! Но талантливый музыкант пусть играет настоящие произведения, а не то, что пользуется популярностью у всех! Этим мы сейчас и займёмся! Я тебя познакомлю с необыкновенной музыкой! Вот, выучи! Облачный ветер называется! Таких произведений единицы! Облачный ветер! Красивый, но такой грустный! Лунтик, ты опять за своё? А как же облачный ветер? Я уже поиграл его немного! Можно я теперь своё любимое поиграю? Ты, как будущий великий музыкант, не должен портить свой музыкальный вкус! И я прослежу за этим, чтобы ты не губил свой талант! Так, отлично! Мне надо идти, а ты продолжай в том же духе! Фу! Фу! Лунтик! Лунтик! Алло! Лунтик, ты что делаешь? Лунтик, алло! Лунтик! Лунтик, стой! Почему ты так упорно выбираешь не ту музыку? Просто мне она очень нравится! Но если это портит мой талант, то... Неужели ты не хочешь стать великим музыкантом? Не знаю, дядя Шнюк. Как-то не хочется. Какой смысл быть великим музыкантом, если придётся играть только то, что не по вкусу? Лунтик! Лунтик, иди ко мне! Лунтик, я здесь! Ой! Это, кажется, цветок! Лунтик! Лунтик! Лунтик, очень похоже на флейту! Лунтик, прости, что слишком сильно на тебя давил. Музыку действительно нужно исполнять с удовольствием. И неважно, простая она или сложная. Так что, играй то, что тебе нравится. Спасибо, дядя Шнюк! Кто знает, может быть, когда-нибудь Лунтик сочинит музыку ещё серьёзнее, чем облачный ветер. Потому что сделает это от всего сердца. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Дружба дороже! Ого! Бумажный самолётик! Дай сюда! Я первый увидел! Вот же он! Далеко летел! Спасибо, Вупсик! Ничего не знаю. Я нашёл, значит, моё. Да это Лунтик сделал! Отдай сейчас же! Ничего, Кузя. Пускай забирает. Я ещё сделаю. А хотите, и вас научу. Да ну, учиться ещё. Я и этим играть могу. И я тоже хочу играть с самолётиком. Не ссорьтесь. Вот вам другой самолётик. Какие здоровские самолётики! Можно посмотреть. Вы их сами сделали? Конечно. А вы как думали? А можете нас научить? Не, это очень сложно и долго. Но поиграть можем дать на время. Если вы принесёте нам за это ягод. С какой стати отдавать им? Я ещё сам не наигрался. Ты что, не понимаешь? Да мы сейчас за них целую кучу ягод получим. А самолётики и так у нас останутся. А-а-а! Ну да! Так, раз уж вас много, придётся нам принести ещё самолётиков. Спасибо! Спасибо! Пупсень, дуй к Лунтику, проси ещё самолётиков. Понял! Лунтик, скорее! Сделай нам ещё несколько самолётиков. Мы хотим другим жучкам дать поиграть. Конечно, Пупсень. Сейчас. Если хочешь, могу и корабликов дать. Давай! Ха-ха-ха! Пупсень. Пупсень. а а а а а а а а а Ой, а вдруг игрушек не всем хватило? Да, по одному не толкаемся Следующий, кто уже поиграл, сдавайте пупсенью Вот это да! Что тут происходит? Вупсень и пупсень делают для нас игрушки и дают поиграть Только надо принести что-нибудь вкусненькое взамен Вупсень и пупсень делают? И вы приносите им за это сладости? Мы все хотим такие игрушки А их ведь так сложно делать Только гусеницы и умеют Послушайте все! Вупсень и пупсень вас обманывают Не берите у них игрушки Вы сами их можете сделать Вот, смотрите, Лунтик, покажи им И совсем не сложно Кого научить? Меня! 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 И меня! Ну вот, теперь с нами никто не разговаривает Зато сколько у нас всего вкусного на неделю хватит Да, как-то и есть не хочется Они еще будут бумажные кораблики запускать в ручье Я б тоже хотел Только кто ж нас примет? Пупсень, а давай все вернем Может, тогда они нас простят? Мы тут Это Вот, забирайте И простите нас Дружба нам дороже Мы хотим с вами Ну, конечно Подождите Возьмем вас Но с одним условием Ведерко нектара С каждого Кузя Да шучу Вот так Вупсень и Пупсень поняли Что дружба и доверие дороже Чем любые сокровища Привет, я Лунтик Я снова с вами Пример для подражания Закончила Теодора, мой кумир Самая изящная и грациозная балерина на свете Настоящий пример для подражания Тоже мне пример Вот Бум и Бом Самые выдающиеся цирковые силачи Да ладно вам У нас же не соревнования, у кого кумир лучше А выставка рисунков Верно, Лунтик? Лунтик, ты чего застыл? Я вот думаю У меня же нет кумира А как нарисовать того, кого нет? Ну вот кто тебе нравится больше остальных? По-особенному Мне все нравятся, ведь все же особенные Но кумир это совсем другое Он как герой Он как герой, один единственный и неповторимый Точно, я могу стать твоим кумиром А что? Ведь я смелый, умный, ловкий, разве не хочется быть таким, как я? А, и не забывай, кто твой лучший друг Мы тоже, между прочим, Лунтику не враги И вообще, кумир должен быть в первую очередь скромным Ха, как ты, например! Почему сразу я? Но, почту за честь послужить Лунтику примером Ну, я даже не знаю Лунтик, помнишь, тебе нравился мой заводной паровоз? Так вот, дарю! Подумаешь, игрушки! А я вот соберу свежих ягод и специально для Лунтика испеку домашний пирог Тоже мне подвиг! Испеть пирог! Тогда угощать мы тебя не будем! Верно, Лунтик? Ни стыда, ни совести Еще друзья называются Да ничего страшного, просто немного повздорили Настоящие друзья вообще никогда не ссорятся Вот мы с Пупсенем Друзья, не разлей вода Нашу дружбу, между прочим, всем в пример ставят А еще мы сильные и привлекательные Мы это не к тому, чтобы стать твоими кумирами Но ты вряд ли найдешь кого-то лучше нас А я бы поспорил Так бессовестно навязываетесь Тоже мне кумиры Можно подумать, вы лучше Я самый ловкий А я тебе пирогов напеку Ой, вы слышите? По-моему, кто-то плачет Пожалуйста, помогите достать моего змея Учитесь, как становятся кумирами Сам учись Ой А-а-а Вы как там? В порядке? Кузя, Мила, Вупсень, Пупсень Спасибо вам огромное Я теперь точно знаю, кого буду рисовать Лунтик опаздывает Наверное, заканчивает свою картину Надеюсь, он точно передал мой героический профиль С чего это твой? Речь о нас Пожалуйста, минуточку внимания Я рад представить вам моих кумиров Лунтик! Но ведь это же... Это мои бабуля и дедуля Самые добрые и заботливые Они всегда рядом, когда мне и моим друзьям нужна помощь Они настоящие герои Как же здорово, когда перед глазами Есть настоящий пример для подражания Но еще приятнее, когда им оказывается Кто-то из твоих родных и близких Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Редкое цветение Чего он тянет? Нас ведь Корней Корнеевич предупредил Цветок ждать не будет Лунтик! Ну ты чего? Нам давно пора Кузя, прости! Я провозился! Надо торопиться! Бежим! Дядя Корней! Дядя Корней! Мы тут! Привет, малышля! Почему не спите? Вупсень-пупсень! Вы не видели дядю Корнея? Уехал! Очень спешил! Как уехал! Без нас! А как же оранжерея? Опоздали! И никогда больше не увидим небесные наги Чего не увидите? Растение такое! Небесные наги! Оно цветет очень-очень редко И всего одну ночь Лунтик! Нужно догнать дядю Корнея! Точно, Кузя! Мы не можем пропустить такое! Как же она включается! Кто здесь? Это мы! Мы тоже хотим посмотреть на редкий цветок! Да! И догонять Корней Корнеевича! Ай! 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 Берегись! Ай! Ай! Кузя! Сворачивай! Влево или вправо? Не знаю! Скорее! Караул! Спасите! Ай! Помогите! Ай! 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 Никогда больше под землей не поеду! Фух! Ну! И где же ваш цветок? Не знаю! Видно, мы под землей не в ту сторону свернули! И куда же теперь? Сейчас посмотрим! Вон он! Я его вижу! Цветок уже расцветает! Нам туда! На помощь! Ай! 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 На помощь! А! А! Спасите! Ай! Ай! Кузя! Мы сейчас! А-а-а-а-а-а-а-а-а! Ай! Ай! Бежим! Скоро цветение начнется! Подождите меня! Кузя! Далеко еще? Мы успеем к полуночи! Должны успеть! Ай! Ай! Давайте напрямить! Так будет быстрее! За страной! Давай тащить! Есть меньше надо! Толстяк! А-а-а-а! А где Вупсень? Ау! Вупсень! Ты где? Вупсень! Ау! Выходи! Ау! Нам некогда играть! Мы же спешим! Что за шутки? Мы же опаздываем! Ау! Вупсень! Ты нашелся! Отстань! Отстань от меня! А где же Кузя? Ну вот! Еще один потерялся! Его нигде нет! О! Вупсень! Где ты ходишь? Из-за тебя мы опоздаем! Дождь! Какой дождь? Ой! Точно! Ха-ха-ха! Это автоматический полив растений! Нам некогда! Бежим! Ха-ха-ха! Ха-ха! Ну вот! Запачкался! Что я? Цветов никогда не видел! Чтоб так бегать! Вот он! Ха-ха! 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 Не успели! Дети! Вы сами добрались в оранжерею! Ха-ха! Красота! Вы как раз вовремя! Вы только полюбуйтесь! Какое чудо! Так ребята все-таки увидели цветение необыкновенного растения небесные наги! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Ух ты! А это место, где собиралось тайное пчелиное общество! Его членами были только избранные пчелы! А как их выбирали? Для этого были вступительные испытания! Кто их проходил, считался избранным! А давайте тоже создадим свое тайное общество! Точно! Да, давайте! И Милу позовем! Милу? А разве девчонки могут участвовать? Ну, конечно! Мы же все друзья! Но ведь в тайном обществе не могут быть все! Давайте устроим вступительные испытания! Кто пройдет их, будет в обществе! Хорошо! Тайное общество Ура! Я в обществе! Здорово, малышня! Ээээ, что это вы тут затеяли? Мы создали тайное общество! Чтобы стать его участником, надо пройти испытания! Мы тоже хотим быть в тайном обществе! Да! Говорите, что делать? Кто преодолеет полосу препятствий, не уронив ягоды, тот с нами! Я прошел! Давайте, ребята! А Лунтик не прошел испытание! Лунтик, попробуй еще раз! У тебя наверняка получится! Что значит еще раз? Это не по правилам! Точно! Раз он не прошел испытание, значит он не может быть в нашем тайном обществе! Но он же наш друг! Подумаешь, друг! Правило есть правило! Да погодите! Извини, Лунтик! Не расстраивайся! Мы с тобой поиграем завтра! О, Музя! Привет! Пойдем в мяч играть? Привет! Извини, Лунтик! Давай попозже! У нас сейчас собрание общества! Конечно! Привет, ребята! Ух ты! Сколько конфет! Извини, Лунтик! Мы не можем тебя угостить! Это только для членов общества! Да, прости! Нам пора! Мы торопимся! Я понимаю! Эй, Лунтик! Ты чего здесь расселся? Да, Лунтик! Иди куда-нибудь поиграй! Здесь будет собрание общества! Хорошо! Извините! Нам нужен секретный штаб! Все согласны? А давайте устроим наш штаб вон на той ветке! Здорово! Секретный штаб! Вперед! Да! Тут нас точно никто не найдет! Здорово! Забирайтесь сюда! Помогите! На помощь! Держитесь! Я сейчас вам помогу! Ну как вы, в порядке? Спасибо! Ладно, я пойду! Лунтик, подожди! Не уходи! Мы пойдем с тобой! Прости нас, Лунтик! Э, да вы что? А как же наше тайное общество? Да не нужно нам никакое общество! Если там не будет Лунтика! Правда, ребята? Конечно! Да! Правильно! Так значит, теперь из-за меня у вас не будет общества! Почему же не будет? У нас будет общество друзей! И все, кто захотят, смогут в него вступить! И подружиться! Ах так? Ну и пожалуйста! Мы тогда без вас обойдемся! Точно! У нас будет свое тайное общество! Вот так Лунтик прошел самое главное испытание, и друзья снова были вместе! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Домашние дела Ребята, нам с Шершули надо слетать в соседний улей Лунтик, я хочу тебя попросить, чтобы ты вытащил из печки горшочек с супом, когда он закипит Конечно, бабуля! А я? Я тоже хочу чем-нибудь помочь! А ты можешь убрать чашки со стола О! Я это легко сделаю! Спасибо вам, ребятки! Вы такие замечательные помощники! Ну что, полетели, Капочка? Полетели! Мы скоро вернемся! Пока! Пока! Какая вкусная конфета! Слушай, а может нам еще что-нибудь подумать сделать к приходу Бабы Капы и Деда Шера? А что еще можно сделать? Хм, сейчас посмотрим! Например, можно почистить самовар! Это раз! Поджарить в печке пирожки! Это два! Постирать белье! А красить дверь! А еще можно помыть пол! Но бабуля сегодня уже мыла пол! Ничего! Лишний раз не помешает! Значит так! Ты вынимаешь из печки суп и чистишь самовар! А я беру на себя все остальное! Кузя! Может все-таки не стоит? Ты же сам слышал, как Баба Капа нас хвалила! И потом у нас было всего два дела! А теперь будет целых пять! Ай! Кузя, давай я тебе помогу! Не надо, Лунтик! Я сам справлюсь! Кузя, там пирожки не подгорели? О! Где бы мне постирать? О! На столе удобнее! Ай! Кузя, давай я тебе помогу! Лунтик, я сам свои дела сделаю! Иди самовар чистим! Кузя, Баба Капа и Деда летят! А? Что же делать? Скорее, Кузя! Они уже совсем близко! Лунтик, куда повесить белье? Бабуля вешает на балконе! Давай я тебе помогу! Не надо! Лунтик, я сам! Кузя, что случилось? Что тут произошло? Нам очень хотелось сделать побольше нужных дел! И мы хотели успеть к вашему приходу! Я понимаю! Вы, наверное, хотели нас порадовать! Но ведь для этого совсем не обязательно хвататься за всё сразу! Правильно! Лучше сделать что-то одно, но хорошо! Попробуем? Да! А можно я докрашу эту дверь? Конечно! А я помою пол! Молодцы! Идите накрывать на стол! Вот так и закончилась эта история! А Кузя и Лунтик с тех пор никогда не брались сразу за 10 дел одновременно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова